В эфире информационно-мускальная программа радио Карачево-Черкесии Республика. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре четверг, 7 июня, в студии Болдубайра Мукова. Я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами. И по традиции, коротко знаменательных датах в событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня день финансовых и экономических работников Харкестана, день хорватской дипломатии. В этот день, в 1872 году, в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. В 1883 году в Москве был освящен Храм Христа Спасителя. А в 1990 году патриархом Москвы и всей Руси был избран Алексей II. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как русский философ и публицист Петр Чадаев, русский оперный певец, тенор Леонид Сабинов, советский государственный военный деятель, дважды герой Советского Союза Сидор Ковпак, советский военноначальник, маршал и герой Советского Союза Кирилл Мерецкий, американский певец и актер Дин Мартин, российский писатель, сатирик, драматург, народный артист РСВСР Аркадий Арканов, советский российский музыкант, бард, актер, заслуженный артист России Александр Дольский, советская актриса театра и кино, народная артистка РСВСР Татьяна Лаврова, советский эколог, геоботаник, лесовод, географ, академик Владимир Сукачев. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь! Новый день наступил, и утром солнце встает И город мой стал другим, разноцветным, таким, словно южный курорт Летняя пора, нам не зря дана Солнце и вода, зеленая тропа Летняя пора, небо синего, нам дана Летняя пора, нам не зря дана Солнце и вода, зеленая тропа Летняя пора, небо синего, нам дана И стало в жизни моей больше солнечных дней Свободных от царесты Деревья после дождей, теплых летних ночей Распускают цветы Летняя пора, нам не зря дана Солнце и вода, зеленая тропа Летняя пора, небо синего, нам дана Летняя пора, нам не зря дана Солнце и вода, зеленая тропа Летняя пора, небо синего, нам дана Нам не зря дана Летняя пора, небо синего, нам дана Летняя пора, солнце и вода Летняя пора, нам дана Субтитры делал DimaTorzok Летняя пора, нам не зря дана, солнце и вода, зелёная тропа. Летняя пора, небо синева, нам дана. Доброе утро всем, кто только что настроился на волну радио Карачаева Черкесии. Участницы Третьей художественной резиденции Некоммерческого фонда поддержки современного искусства и культуры Гогова Фондейшн, Элина Червонная и Лиза Артамонова представили жителям Карачаева Черкесии персональный проект «Маршрут. Жемчужины и тропы», который продлится до 20 июня. О выставке расскажет мой коллега Умар Текеев. Ему слово. Туристический маршрут был создан художницами почти за два месяца. В работе проекта помимо Лизы Артамоновой и Элины Червонной принимали участие местные жители. Они с большим удовольствием помогали участницам художественной резиденции в решении тех или иных задач и проблем, с которыми сталкивались они. Данный арт-проект представляет собой маршрут, в котором уже существующие артефакты и достопримечательности региона соседствуют с только что созданными художницами предметами искусства. Пять объектов раскинуты по всему поселку Буково. Местные жители и гости выставки с удовольствием наблюдают за работами художниц. Своё мнение о выставке выразила постоянный представитель Карачаевой Черкесии в Москве Мадина Гогова. По её словам, немаловажным фактом для повышения имиджа республики является и то, что с проектом могут ознакомиться и осмотреть выставку не только жители Карачаевой Черкесии, но и туристы. Такие проекты важны и для развития культуры региона, и для туристов, в том числе и для позитивного имиджа республики. Ну и, конечно, это интересно и для местных жителей, потому что это делается не только для узкого профессионального сообщества, которое там приезжает, вот сегодня, например, из Москвы приехали, эксперт, оператор, но также для местных жителей, чтобы они могли познакомиться с тем, что сегодня делается на острие, скажем так, современного искусства. В свою очередь, авторы проекта художницы из Москвы Элина Червона и Лиза Артамонова рассказали, что проект обращается к туризму, который является ценностью современности, формирующей определенный образ мышления человека. В данном проекте мы размышляем на тему достопримечательности. С одной стороны, это точки сборки, формирующие реальность, а с другой стороны, это некие пластические формы, которые зависят от интерпретации. Создавая свой проект, мы вступили в контакт с локальным местом и местными жителями. Хочется отметить, что Карачаева Черкесия произвела неизгладимое впечатление на нас, и все это мы отразили в своих работах, сказала Элина Червонная. Я художник, работаю и живу в Москве. Сюда приехала в резиденцию. Мне здесь все очень нравится. Это прекрасное место, и необычно после городского такого обезличенного желания окунуться в такую среду, в которой есть дух коммуникации, дух единения. И мы таким образом пытались прикоснуться с жителями. И, в принципе, часть работы у нас были сделаны в тесном сотрудничестве с ней. Этот поселок называется Нижний Архыз, как всем известно. Но местные жители называют, и все об этом знают, это Буково. И поэтому одна из работ у нас называется «Буковский синдром», который был выявлен. С одной стороны, мы обращаемся к неким туристическим синдромам, которые множатся, и им нет конца. С другой стороны, мы думаем, а что же такое Буковский синдром? И Буковский синдром, он может переключить внимание с самосозерцания туриста, со своего эго на другого, и таким образом может возникнуть диалог. Ну, конечно, вы видите по экспозиции совершенно разные образы, совершенно разная развеска, инсталлирование. Это все, конечно, имеет значение. Ну, и в том числе, конечно, срез. Срез, с одной стороны, интеллектуальный, а с другой стороны, срез того, некого критического запала. То, что мы не говорим, что туризм – это что-то хорошо, но в то же время мы не говорим, что это плохо. Но мы обращаем внимание, что этика в туризме, она важна, то есть этика отношения. Арт-маршрут в Нижнем Архезе, еще его называют Буково, представлен новыми достопримечательностями, инсталляциями и ситуациями, расположившимися на пяти различных площадках или локациях. Большой интерес посетителей вызвала ситуация – репетиция местной музыкальной группы КБ, состав которой входят научные сотрудники САУ. Никого не оставила равнодушными инсталляция нового филиал музея, центральной экспозицией которого является работа «Буковский синдром». Попросив местных жителей описать в свободной форме анонимно, что для них является «Буковский синдром», мы встретили невероятные интересы и участие. Сергей Коротков предложил свою музыку, и идея разрослась до целой инсталляции, сказала «Червоная». А Лиза Артамонова отметила, что для нее очень сложно ответить на вопрос, что такое «Буковский синдром». Среди участников выставки было немало гостей, которые хорошо знакомы с современным искусством в России. Куратор галереи «Артефакт» Екатерина Куриная была приятно удивлена, особенно поразила ее музыкальная инсталляция в мастерских. Я работаю сама в галерее «Артефакт». Мне очень понравилась представленная здесь экспозиция, очень интересно. Вот все, что здесь происходит, это очень как бы и рассказывает о регионе, о культуре, и в том числе как бы помогает молодым художникам. Спасибо Google Foundation за приглашение, очень приятно, мне очень нравится у вас. Мне очень понравилась последняя в мастерских, музыкальная инсталляция. По мнению пиар-агента Гогова Foundation Анны Дюльгеровой, среди наиболее ярких объектов выставки особое место занимает экспозиция нового филиала музея, в которой представлены слепки рук всех местных жителей, выполненных из фарфора. Поскольку я работаю с фондом Гогова Foundation, фонд, который основан Марианной Губергоговой, который родом из Карачаева, Черкесии, выставку я вижу впервые, я, конечно, видела на фотографиях, я видела процесс отбора заявок, но поскольку живьем вижу впервые, я впечатлена. И мне нравится, как художница, проведя здесь около полутора месяцев, увидели, на мой взгляд, очень важные вещи. И мой любимый объект – это инсталляция в новом филиале музея и фарфоровые слепки рук людей, которые здесь работают, потому что здесь все создано человеческими руками, человеческими сердцами, человеческими душами, и эта работа, на мой взгляд, самая важная. Московские художницы по максимуму использовали два месяца пребывания в звездном поселке. Фарфоровые слепки рук, светодиодные ленты, надписи, металл, ткань, звук, видео и многое другое. Все это проект «Жемчужные тропы», который, по мнению участников, характеризует регион и его достопримечательности. Ведь не зря резиденция переехала в поселок Буково в Нижнем Архызе. Карачаево-Черкесская республика, ее природа и культурное наследие, экологичность региона, находящиеся в республике, религиозные памятники и этническое разнообразие предоставили художникам уникальную возможность для исследований и создания новых работ. Карачаево-Черкесская республика, ее природа и культурное наследие, экологичность региона, находящиеся в республике, И да по снегу ждет гостей всегда. Это Карачаево-Черкессия. Мой Кавказ, ты мне дорог, край родной. Мой Кавказ, величавый и седой. Мой приют от несчастья и бед. Эй, Кавказ, знай, тебя прекрасней нет. Наши крепкие завещали нам Кавказ, Что погонь в нашем сердце не погас. И душа деги торвется к боли вновь. Здесь погонь хранится старикам любовь. Мой Кавказ, ты мне дорог, край родной. Мой Кавказ, величавый и седой. Мой приют от несчастья и бед. Эй, Кавказ, знай, тебя прекрасней нет. Мой Кавказ, величавый и седой. Мой Кавказ, ты мне дорог, край родной. Мой Кавказ, величавый и седой. Мой приют от несчастья и бед. Эй, Кавказ, знай, тебя прекрасней нет. На Кавказе кто бывал хоть раз, От чарова красотой в тот час. Кавказ В эфире радио Карачаева Черкесии. Сегодня четверг, 7 июня. В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов прошлого столетия. Хотя, если заглянуть в историю, оно существовало всегда. Например, в виде службы сестер Милосердия, Тимуровского и Пионерского движения, а также всевозможных обществ, охраны природы и памятников. В связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при сложившейся экономической ситуации, волонтеры стали незаменимы. Это движение стало стремительно развиваться. Появились люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. Тему продолжит Альбина Ухтова. Волонтерство – неоплачиваемая, но в то же время сознательная, добровольная деятельность на благо других. Вот почему любой человек, кто бескорыстно трудится, может смело назвать себя волонтером. Хочешь изменить мир – начни с себя. Как часто мы слышим эти слова, и как часто они звучат впустую, так как далеко не все следуют в жизни этому принципу. В учебных заведениях республики создано много волонтерских объединений, которые оказывают помощь всем нуждающимся. О благотворительном клубе «Милосердие», который уже многие годы существует в Черкесске, знают немногие. Его и организаторы не афишируют свою деятельность. Инициатором создания клуба в свое время стала преподаватель Карачаево-Черкесского медицинского колледжа Лидия Ханкишева. Она собрала под своим крылом людей, которым небезразлична судьба детей-сирот. Лидия Поликарповна и ее добровольные помощники более 25 лет принимают активное участие в жизни ребятишек. Волею судьбы попавших в Черкесске специализированный дом ребенка, говорит директор медицинского колледжа Рашид Иртуев. 2018 год Владимир Владимировичем Путин обозначен как год волонтеров. На сегодняшний день в нашей республике Рашид Бориспевич Темрезов тоже обозначил как год волонтеров. Мы полностью поддерживаем их инициативу и считаем, что это хорошее начало, хорошее движение для молодых ребят, которые завтра выйдут в взрослую жизнь и будут знать, где и чем, как заниматься. Если говорить относительно нашего учебного заведения, вели, ведем и будем вести эту работу. У нас есть клуб «Милосердие», это под руководством Ханкишеевой Лидии Поликарповны. Это в доме ребенка. Наши дети, дети, я имею в виду студенты, взяли патронаж над детишками, которые находятся в доме ребенка. Они ухаживают за ними. Вся та работа, которая ведется в доме ребенка, относительно малышей, ведется нашими студентами. У нас есть клуб «Патриот», который направлен на работу с участниками Великой Отечественной войны. И в основном те работники, которые когда-то у нас работали, имели отношение к нашему учебному заведению, с удовольствием ведем эту работу. Основными принципами волонтерской работы является желание помочь людям добровольно, желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность, законность. Деятельность волонтера не должна противоречить законодательству России. По словам директора колледжа Рашида Иртуева, волонтером может быть каждый, независимо от возраста, образования и материального статуса. Главное – это готовность бескорыстно помочь нуждающемуся. Кроме этого, мы отмечаем день донора. Отмечаем как? День донора. Мы сдаем кровь. Наши студенты, наши сотрудники сдают кровь, которая идет потом по лечебно-профилактическим учреждениям. Мы ведем совместно с Центром здоровья, пропагандируем здоровый образ жизни. Наши дети раздают раздаточный материал, измеряют на улице давление, рост, вес. Вес нельзя любят показывать свой. Поэтому ведем эту работу. Ведем работу борьба со СПИДом, борьба с наркоманией, борьба с террором. То есть все те направления, которые на сегодняшний день присущи для нашей республики, для нашей молодежи, для нашего общества. По словам заместителя директора колледжа Елены Кармовой, главная задача волонтерства заключается в добром и милосердном отношении, которого зачастую не хватает нашей молодежи. Как было отмечено, 2018 год – год волонтерства. И все наши мероприятия, которые проходят, естественно, проходят теперь под эгидой волонтерства. Наверное, все знают, что направлений волонтерского движения достаточно много. Есть волонтеры Победы, волонтеры-медики, волонтеры-экологи, волонтеры-помощники правоохранительных органов. Но то, что ближе нам по специальности, наверное, волонтеры-медики, волонтеры Победы. И, конечно, эта работа у нас велась изначально. Если говорить о волонтерах-медиках, то мы принимаем активное участие во всех мероприятиях, связанных со здоровым образом жизни. Наши волонтеры принимают участие и готовят мероприятия, посвященные Дню здоровья. В этот год мы тоже планируем 7 апреля провести такую же акцию. Волонтеры-медики помогают нашим коллегам в больницах, помогают нашим коллегам в поликлиниках. И планируется у нас еще начало нашей такой вот новой акции, где мы сможем вместе с ними оказывать, может быть, помощь даже на каких-то соревнованиях. Так как мы готовим будущих медсестер и будущих фельдшеров. Волонтеры-медики активное участие принимают в мероприятиях, посвященных именно здоровому образу жизни. 1 декабря ежегодно мы проводим День борьбы со СПИДом. Раздаем буклеты, раздаем листовки. И эта акция у нас проходит и на улице, не только в рамках колледжа. Провели мы мероприятие, посвященное Дню борьбы с инсультом совместно с Центром здоровья. Помимо этого, о волонтере Победы ежегодная акция, посвященная раздаче Георгиевской ленточки. И акция, посвященная помощи нашим бывшим сотрудникам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Этим же занимается и наш клуб Патриот. И, наверное, все эти мероприятия, которые мы проводим, они всегда способствуют и формированию патриотических каких-то взглядов, и формированию будущего работника медицинского, который сможет оказать в самой непростой ситуации помощь, оказать то, проявить, наверное, даже милосердие какое-то, и дать возможность человеку понять, что он всегда получит помощь, поддержку, если это необходимо. Вот сейчас у нас была встреча директора с нашими старостами первых-третьих курсов, где как раз он говорил и о том, как надо учиться, и о качестве знаний, и о том, кто хочет быть волонтером. Желающих очень много, они с удовольствием даже интересуются, кто записался, будет волонтер-медик, кто, значит, волонтер Победы, но всем очень интересно, и они с удовольствием принимают участие во всех наших мероприятиях. Для них это, наверное, что-то новое, а если есть желание, мы всегда его поддерживаем. Помимо клуба «Милосердие» в колледже функционирует волонтерское движение клуба «Патриот», где проводят активную работу по военно-патриотическому воспитанию студентов. Члены клуба «Патриот» принимают активное участие в митингах, посвященных годовщине Великой Победы, в ежегодном шествии «Бессмертный полк» и других патриотических акциях. Все мероприятия направлены на активизацию военно-патриотической работы среди членов клуба и студентов колледжа, говорит Елена Михайловна. Как раз в этом году состоялся съезд волонтеров СКФО во Владикавказе. От нашего колледжа мы тоже принимали участие, ездили преподаватели, ездили наши студенты, поделились тем, что мы умеем, тем, что мы знаем. Была очень интересная встреча, были встречи с представителями других волонтерских организаций, были игра-квест, наши студенты приняли в этом квесте, были лекции. Очень интересная встреча была с представителями московского волонтерского движения «Добровольцы-медики». Тоже мы для себя очень много почерпнули. Узнали, наверное, что волонтеры могут быть именно добровольцы-волонтеры. Это теперь уже равнозначно. По закону, который вступит в мае месяце о волонтерском движении, оба эти слова, они приравнены. Если раньше они немножко по-другому трактовались, то теперь одинаково. То есть очень много почерпнули. И если кому-то интересно, мы можем поделиться информацией. Оба это много. Только совместными усилиями волонтеров и общественности можно решить многочисленные проблемы. Добровольное пожертвование своим личным временем, моральная поддержка, сочувствие, забота и проявление внимания иногда являются более важными факторами в работе волонтера, чем простая материальная помощь. Первые улыбки С первым взглядом Первые улыбки С первым взглядом Сердце стук, тело горит огнем Ты вошел и поселился в нем Стал другим Весь мир вокруг меня В нем теплей день ото дня Ты знаешь С первой улыбки С первого взгляда С первых слов Соединила Не отпустила Нас любовь И в небе Я зажигаю Яркие звезды Для тебя Будешь со мною Самым счастливым Знаю я Пусть теперь Будет твоим Мой дом Светом тень Капли надежда Ждем Жизнь мою Я приоткрыла Верь Мне лишь ты Нужен поверь Ты знаешь С первой улыбки С первого взгляда С первых слов Соединила Не отпустила Нас любовь И в небе Я зажигаю Яркие звезды Для тебя Будешь со мною Самым счастливым Знаю я С первой улыбки С первой улыбки С первого взгляда Ты знаешь С первой улыбки С первого взгляда С первых слов Соединила Не отпустила Нас любовь И в небе Я зажигаю Яркие звезды Для тебя Будешь со мною Самым счастливым Знаю я Ты знаешь С первой улыбки С первого взгляда С первой улыбки С первой улыбки Соединила Не отпустила Нас любовь И в небе Я зажигаю Яркие звезды Для тебя Будешь со мною Самым счастливым Знаю я Продолжаем эфир Республиканского радио В настоящее время В регионах России В том числе В Карачево-Черкесии Продолжается Период активности Клещей Тысячи наших сограждан Ежегодно Подвергаются Укусам клещей Еще больше От сезонной проблемы Страдают животные В частности Собаки Именно они Инфицированы Клещами Сейчас являются Самыми частыми Пациентами Ветклиник Рассказывает Руфина Ковалева Ежегодно Вместе С первыми Лучами Солнца На прошлогоднюю Траву Ветки Кустарников Выбирается Множество Клещей К сожалению Их с каждым Угодом Становится Все больше И больше Как неизменно Увеличивается И количество Подстрадавших От них Людей Клещи Атакуют Любых Теплокровных Млекопитающих Но особенно Часто Они нападают На собак Подробно Рассказать Об актуальной В этом сезоне Проблеме Мы попросили Ветеринарного Врача Учебного Научно-производственного Центра Ветмедицины Алексея Дмитриевича Пешкова Ну я конечно Буду говорить О животных И опасности Этих Клещей Именно Конкретно Для животных Эта зима Была Очень Нежной И практически Не принесла Вреда Популяции Клещей Активность В той или иной Мере Ощущалась Даже зимой Уже в феврале Месяце Были животные Которым Необходима Была помощь От Укуса Клещей То есть Это заболевание Которое Возникает После укуса Клещей Оно называется У собак Бабезиоз По старинке Его еще называют Пироплазмоз Возбудитель Этого Заболевания Паразитирует В эритроцитах Крови То есть Тех форменных Элементах Которые Обеспечивают Доставку Кислорода Ко всем Жизненно важным Тканям Органам Разрушение Их ведет К возникновению Серьезных Заболеваний Печени Сердечно-сосудистой Системы Почечная Недостаточность Возникает Поэтому Нельзя Ослаблять Внимание К этому Вопросу Как отмечает Алексей Дмитриевич 90% Обращений В клинику Связаны С укусами Клещами К сожалению Хозяева Не всегда Вовремя Обнаруживают Симптомы Заболевания У своих Животных Что порой Переводит К самым Печальным Последствиям Активность Выявляем Подтверждая Животного 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 Чтобы 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 Оно Было Защищено Месяц Два Три В зависимости От стоимости Специфические Лекарственные Средства И таблетки В терапии Основное Средство Это Вещества Такие Действующие На бобезе Это Бобезан Неозидин Ну и Пиростоп Наиболее Широко Применяющиеся Препараты Которые Мы Используем В своей Клинике Высокая Температура Снижение Аппетита Перемены В поведении Все эти Признаки Повод для Срочного Обращения К ветеринару Отмечает Алексей Пешков В настоящее Время Первым Признаком Который Требует Обращения Уже В клинику Появление Вялость Отказ От корма И повышение Температуры Выше 39,2 градуса Все это Уже Это сразу Повод Обращения В клинику Для кошек У них Существуют Свои Кровопаразитарные Заболевания Но Вот такая Сезонность Как для Собак Она Ну Не выявляется Такой Сезонности И такой Массовости Среди Кошек Нет Хочется Обратиться К жителям Республики Или Жителям Нашего Города Больше Внимание Питомцам Быстрее Реагируйте На их Поведение На их Негативное Проявление Своего Физиологического Состояния То есть Еще раз Повторяюсь Вялость Отказ От корма Подъем Температуры Пожалуйста Не тяните Три-четыре Дня Для них Это очень Много И нам Потом Очень тяжело Возвращать Животное К нормальной Жизни Необходимо Ежедневно Осматривать Своих питомцев Чтобы Своевременно Обнаружить Клеща И уничтожить Его Лучше Всего Делать Это После Каждой Прогулки С собакой Ведь Эксодовые Клещи Не сразу Кусают Животное А на протяжении Некоторого Времени Ползают По его Шерсти И коже Перед тем Как Впиться В Несмотря На Соблюдение Мер Предосторожности Внимательно Наблюдайте За Животным И регулярно Осматривайте Его При Возникновении Признаков Болезни Обратитесь К Ветеринарному Врачу Напомним Что Самолечением Вы Можете Нанести Непоправимый Вред Здоровью И Жизни Собаки Если Вы Обнаружили У Своей Собаки Подобные Симптомы Не Экспериментируйте Вызовы Ветеринара Надом Радио России Карачаево Черкесия Погода По сообщению Синоптиков Сегодня По Карачаево Черкесии Ожидается Переменная Облачность Местами Кратковременный Дождь Гроза В отдельных Районах Сильный Дождь Град Ветер Северо-Западный 5-10 метров Секунду Порывы При грозе 20-22 метра Секунду Температура Воздуха Плюс 22 Плюс 27 В горах Плюс 15 Плюс 20 Пожароопасность 1-3 класс В Черкесии Во второй Половине Дня Кратковременный Дождь Гроза Ветер Северо-Западный 5-10 метров Секунду Порывы При грозе До 20 Метров Секунду А столбик Термометра Поднимется До 26 Градусов Выше 0 Секунду Секунду На этом информационно-музыкальная программа радио Карачева Черкесия Республика подошла к концу. Над выпуском работали корреспонденты службы информации, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии работала Болду Байрамукова. Мы прощаемся с вами и желаем всем удачного дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok